Эпоху Витгенштейнов в истории Каменки называют Золотым Веком. Тогда построили лютеранскую и православную церкви, лечебницу. Это нынешний санаторий Днестр. Сейчас о том времени напоминают старинный парк и виноградные террасы. На холмах они растянулись на 4,5 километра. Центром виноградарства Подольской губернии Каменка стала в начале 19 века. Начало промышленному выращиванию винограда положил князь Петр Витгенштейн. Пино черный, рейслинг, шасла, чауш, мускат, троминер. Лозы технических и столовых сортов в Каменку привозили из Германии и Франции. Их высадили на южном склоне на специально построенных террасах. Кладка выполнена из камня известняка без раствора. Это сухая кладка для того, чтобы вода, которая скапливалась на террасу, уходила, но тем не менее не смывала почву. Между террасами были устроены лесенки для того, чтобы легче было переходить с одного яруса на другой. Здесь же имелось несколько беседок для чего? Для хранения винограда и для отдыха виноградарей. Колодцы были устроены, то есть различные архитектурные элементы. Землю использовали привозную. В крутой части склона ширина террас около 7 метров, в пологой вдвое больше. Ухаживать за виноградниками пригласили потомственных виноградарей с берегов Рейна. Эти террасы представляют собой уникальное мелиоративное инженерно-архитектурное сооружение. На протяжении светового дня камни настолько солнцем прогревали, что не успевали остывать. Поэтому сахаристность винограда, выращивающего на террасах, была на несколько процентов выше и созревал виноград раньше, чем даже в самых южных районах нашего края. В конце 19 века Каменка стала первым курортом юго-запада России, где лечили виноградом. Природные условия, редкой красоты пейзажи и виноград его продавали в специальных ларьках по доступным ценам. Сюда известно, что съезжались на лечение очень много людей. Например, в 1883 году здесь лечилось виноградом 600 человек. Какие болезни лечились виноградом? Это, прежде всего, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания печени, легких, артриты, а также для восстановления сил. Спустя 200 лет сохранились только подпорные каменные стены. Возможно, виноградники когда-то удастся восстановить. Князь Витгенштейн точно был бы не против. Продолжение следует...